Добрый вечер! Добрый вечер! Мы планируем открывать отель с 1 июля. Каким образом учтут все санитарные правила и изменятся ли цены? А тем временем в нескольких регионах республики уже задумались над тем, чтобы вновь ужесточить карантинные меры. Этот вопрос очень актуален для столицы. Власти обеспокоены тем, что люди не соблюдают санитарные правила, особенно в общественном транспорте. Накануне даже появилась информация о том, что движение могут приостановить. Зарина, случилось ли это? Нет, Наталья, пока есть смысл ждать автобусы на остановках. Движение общественного транспорта возобновили на прошлой неделе. Теперь автобусы курсируют с 6 утра и до 10 вечера. И как раз подъехал один. Итак, заходить можно только через переднюю дверь и оплачивать проезд карты, либо через специальное приложение. Также пассажиры должны носить маски и желательные перчатки. Но правила соблюдают не все, так же, как и некоторые кафе, рестораны и непродовольственные магазины в Нур-Султане. За нарушение санитарных норм накануне закрыли 10 таких объектов, а до этого еще 15. Мобильная группа из числа сотрудников Акимата, также правоохранительных органов, санитарными врачами, также присоединились волонтеры. Они все непосредственно в каждом районе проводят рейды. В целом активны и автолюбители, и пешеходы. Это было заметно всю прошлую неделю. Возможно, и сегодня людей было бы больше, но от выхода на улицу удерживает дождливая погода. Но никак не карантин. А к чему привело послабление карантина в Карагандинской области? Людмила? Зарина, у нас в регионе выявили сразу 18 новых случаев за прошедшие сутки. Это большой прирост. Власти предупреждали, что могут ужесточить карантинные меры при ужесточении ситуации. Сегодня, к сожалению, все меньше людей надевают маски. Это при том, что в Карагандин наблюдается ажиотаж в двух местах. Это на водоемах и в крупных торговых центрах. Рыбаки особенно болезненно восприняли изоляцию. Они никак не могли понять, почему их так долго не выпускают к воде. Ведь рыбалка изначально подразумевает уединение на природе. И вот с сегодняшнего дня наконец разрешили охоту и рыбную ловлю по всей области, кроме Тимиртавы и поселка Батакара. Купальщиков пока нет. Вода еще очень холодная. Сегодня уже открылись бутики одежды, обуви и других непродовольственных товаров на первых этажах торговых центров и уличные рынки. Индира, у вас в Восточном Казахстане. Какова ситуация после послабления режима? Я бы описала ее одним словом. Расслабленная. Люди не могут нарадоваться тому, что власти наконец отменили систему пропусков. Напомню, по ним передвигаться по городу можно было только почетным или нечетным дням. А напряжение было таким сильным, что грозило взрывом. Активисты уже готовили иск в суд. Подписывали петицию с требованием смягчить режим. Но после того, как власти отменили пропускную систему, людей словно вынесло на улицы. И куда же первым делом отправились жители Усть-Каменогорска? Наталья, как и повсюду, бросились покупать себе одежду и даже выстраивались в очереди. Также усть-Каменогорцы отправились с детьми в зоопарк, на игровые площадки. Вот и на городских рынках. Снова не протолкнуться. Ажиотаж такой, что о социальной дистанции и других мерах предосторожности. Говорить совсем не приходится. Поэтому, конечно, есть риски, что такая свобода может обернуться сейчас новыми случаями. Или даже вспышкой заболеваемости. Спасибо, Индира. Думаю, тебе не стоит находиться в таком людном месте. Побыстрее возвращайся домой, здоровой, к своим близким. Наши корреспонденты рассказали о том, как казахстанцы ведут себя после послабления карантина. И чем это может обернуться. Ирлан Жамаубаев стал министром финансов Казахстана. Его кандидатуру согласовали на заседание комитета Можилиса по финансам и бюджету. Ранее он занимал пост ответственного секретаря ведомства. Бывшего главу Минфина Алихана Смаилова освободили от этой должности, но сохранили на посту первого вице-премьера Казахстана. Соответствующий указ подписал президент Касым Жамарт Токаев. Всего два дня прожила новорожденная Вера Сарайкина, хотя родилась в срок и весом почти 4 килограмма. Родные в смерти младенца винят врачей. Нургалей Карабаев выслушал аргументы родителей и руководителей перинатального центра. Александру Сарайкину в детской комнате теперь все напоминает о семейной трагедии. Мужчина вместе с супругой Ярославой Островской ждали второго ребенка, маленькую Веру. Отец мечтал, что будет убаюкивать дочь и рассказывать ей сказки на ночь. Но, к сожалению, после родов младенец умер. Ну, на этом мы все уже даже смотреть не можем. Все это нам напоминание теперь все. Видел, да, забирали, когда сморг. Хорошая, доношенная девочка. Прям, я не знаю, слов нету, как все это передать. Мама роженец и гульфира Островская рассказывает, что у дочери беременность протекала нормально. Но на последнем плановом осмотре в частном медцентре врач вызвала скорую. У пациентки была угроза. Но в перинатальном центре сказали, что все хорошо и отправили домой. Спустя неделю ей стало плохо, вызвали скорую. Но роддом снова отправил домой. И только с третьего раза ее положили в палату. При родах у Ярославы Островской случился отек, говорит ее мама. Ребенка вытаскивали вакуумом. Из-за плохого самочувствия сама роженеца не смогла дать комментарии. И после того, как они вытащили, она крикнула, но у нее был полный рот всего этого самого, и это все пошло в легкие. У них есть эти аппараты искусственного дыхания. Они сразу ей поставили вот эту трубку, но это ничего не спасло. Полторы сутки она прожила. Девочка очень хорошенькая, такая беленькая. Мы когда сморг забирали, прям, знаете, это не передать просто словами. Это как будто месячный ребенок, крупный такой. Бабушка считает, что если бы ее дочь приняли сразу, то ребенка могли бы спасти. В роддоме по данному случаю идет служебное расследование. Мы ждем патологоанатомического диагноза. После этого будет дан подробный анализ и заключение. На данный момент больше комментариев мы давать не будем. Единственное требование родителей сейчас, чтобы расследование было объективным. Если смерть ребенка произошла из-за халатности врачей, то виновные должны понести наказание. Нургали Карабаев, Геннадий Лукин, Информбюро, Алматы. Асель Алканова из Уральска требует у своего супруга полицейского компенсацию за вред причиненной здоровью. Женщина уверяет, что муж в состоянии алкогольного опьянения избил ее на глазах у трехлетней дочери. Это произошло осенью прошлого года. Женщина сразу же написала заявление, но коллеги Дипашира якобы прекратили уголовное дело. Асель Алканова дала нам интервью, но перед эфиром попросила не показывать ее глаза. Я не прощу его за то, что он принес мне такую боль. Мне и моему ребенку. Мой ребенок грызет ногти до такой степени. У него такие маленькие-маленькие короткие ноготки. Я не прощу его за то, что он меня чуть не убил. А если бы я выпрыгнула в окно, кому нужен был мой ребенок? Накануне Асель написала обо всем в социальной сети. Она нуждается в операции на нос. Женщину возмутило отказ супруга возмещать причиненный ущерб. После публикации сотрудник полиции якобы звонил ей и угрожал расправой. Сегодня старшего лейтенанта Хайдара Жексенова уволили. Проводится досудебное расследование. Руководитель общественного фонда «Не молчи». Дина Смаилова считает, что увольнения недостаточно. Надо привлечь по статье по средней тяжести. Это 107-я статья. Обязательно надо привлечь. А во-вторых, самого полицейского. А во-вторых, пусть он компенсирует пресс-здоровью. Пусть он поможет сделать эту операцию. Но все должно быть в законном русле. То есть какая нам разница, полицейский это или не полицейский. Из-за пандемии для многих магазинов продавать онлайн единственный выход, чтобы сохранить продажи и рабочие места. Как самая инновационная компания страны помогает компаниям в это сложное время в репортаже Акскара Миндебаева. В этом году казахстанцы совершили онлайн покупки на 69 миллиардов тенге через крупнейшую платформу электронной коммерции Каспи Кейзет. Количество заказов увеличилось более чем в два раза и жители 54 городов сделали 900 тысяч заказов. Технологии Каспи Кейзет и наша платформа электронной коммерции дают возможность казахстанским компаниям, малому-среднему бизнесу развиваться, сохранять и создавать рабочие места. Мы при поддержке Госкомиссии по чрезвычайному положению, при президенте, и совместно с оперативными штабами Акиматов, партнерами, курьерскими службами приложили все возможные усилия, чтобы организовать работу доставки и дать возможность нашим любимым клиентам безопасно делать покупки онлайн, не выходя из дома. Большинство партнеров Каспи Кейзет – компании малого и среднего бизнеса. Каспи Кейзет работает с казахстанскими производителями и также с мировыми брендами. Каспи Кейзет во время карантина оказал большую помощь малому и среднему бизнесу. Сделать заказ онлайн легко и быстро. Во время карантина Каспи Кейзет делал доставку нашим покупателям бесплатно. Благодаря онлайн-продажам мы не снизили уровень продаж и количество сотрудников. Из-за этого скажем спасибо Каспи Кейзет. Онлайн-продажи – это будущее. Сейчас все больше и больше торговли уходит именно на площадке онлайн. Это безграничные возможности, в отличие от магазинов оффлайн. И, безусловно, я думаю, что Каспий уже заслужил полное стопроцентное доверие для покупателей. Доход, который мы получали через онлайн-торговлю с помощью Каспи Кейзет, помог нам пройти этот период немножко легче. Мы не ушли в минусы и смогли сохранить заработную плату нашим сотрудникам, никого не сократив. И это помогло нашему бизнесу продержаться на плаву. Доставку до дверей по всей стране Каспий Кейзет организовали совместно с ведущими курьерскими службами. Во время карантина были, конечно же, сложности. Но мы оперативно эти вопросы решили. И за апрель месяц мы доставили 39 тысяч посылок Каспий Кейзет до конечного получателя по всему Казахстану. От города Алматы и заканчивая самыми отдаленными регионами. Безусловно, Каспий вывели на абсолютно новый уровень интернет-торговли в Казахстане. Мы видим развитие не только самого Каспия, мы видим развитие партнеров. Что это немаловажно для мелкого и среднего бизнеса в целом Казахстане. Текущая ситуация ускорила развитие электронной коммерции. У покупателей стало больше возможностей для удобных и безопасных покупок. А у малого и среднего бизнеса перспективы роста. Электронная коммерция дает новый сильный стимул для роста экономики, развития бизнеса и создания новых рабочих мест. Вы смотрите новости Информбюро. В социальной изоляции уже много лет находится труженица тыла в Шимкенте. Просковья Скриникова пережила блокаду в Ленинграде и теперь уверена, что о ней все забыли. Родных у женщины не осталось и сейчас в преклонном возрасте, кроме как саму на себя ей рассчитывать не на кого. Александра Ким расскажет подробнее. Опираясь на швабру, Просковья Скриникова с трудом передвигается по квартире. Осколочные ранения и перенесенные болезни дают о себе знать. 85-летний ветеран тыла уверяет, что ей давно перевалило за 90. Просто документы были утеряны еще во время войны. Восстановили с измененной датой рождения. В 42-м году Просковью Егоровну с госпиталем эвакуировали из блокадного Ленинграда в Казахстан. Много лет она прожила здесь одна. Никого из родных не осталось. И словно она снова в блокаде. Только на этот раз в социальной. Никто не поздравляет. Даже я тебе говорю, как блокадницу, на день снятия блокады, 27 января, это святой день. Никто, никакой соцработник не приходил. Хотя я на время требовала, даже скандалила. Я знаю, это все бесполезно. Чтобы ходить к ним, это надо быть здоровым. Инвалиду второй группы приходится все делать самой. Оплачивать коммуналку, покупать продукты. Здоровье бабушке необходимо и чтобы получить пенсию. Приходится нанимать такси, иногда простаивать очередь. Ей нужно обратиться в СОБЕС, предоставить справку о том, что да, она не может ходить, что она недееспособная по состоянию здоровья. Потом СОБЕС этот список направляет нам. Мы уже видим фамилию, адрес, сумму. И мы эти суммы уже относим домой. В Управлении занятости и социальных программ сообщили, что вопросом доставки пенсии на дом занимается корпорация правительства для граждан. Ветерану тыла необходимо обратиться к ним с заявлением и соответствующими справками. В Управлении признались. О тяжелом положении Просковьи Искринниковой слышат впервые. Даже в базе блокадников ее нет. Специалисты утверждают, что выявлять одиноких стариков не входит в их обязанность. Районы Акиматы должны были с этой бабушкой отработать в преддверии 75-летия. Если бы дали нам сигнал, мы бы это отработали сами. Сходили бы домой, сходили бы, узнали бы, помогли бы со справками, со всеми документами. Возьмем мы ее на учет. Просковья Егоровна говорит, что боится так и не дождаться помощи и участия. Но очень надеется. Александра Ким, Виталий Заянтинов, Информбюро, Шымкент. Об отдыхе у моря сейчас мечтают многие казахстанцы. Но как сложится отпускной сезон, с уверенностью никто не может ответить. Несмотря на это, в Турции готовятся к наплыву туристов. Там планируют заполнить отели на 60%. На курортах вели особые правила. И все, кто рискнет отправиться на Средиземное море, должны следовать им неукоснительно. Отныне главное на отдыхе – это расстояние. Аскар Мендебаев расскажет, что нужно знать, выезжая на курорт. Коронавирус внес свои коррективы в сезон отпусков. Теперь, если вы решите съехать к морю, нужно помнить о новых правилах, которые вводят многие отели мира. К примеру, всеми излюбленная Анталия. Повсюду установят санитайзеры и специальные системы дезинфекции. В гостиницах усилят систему кондиционирования. Номера будут ежедневно обрабатывать специальным раствором. Обрабатывать будут также все от дверных ручек до кресел на всей территории гостиничных комплексов. Изменения коснутся и ресторанов. В ресторанах столики должны быть расставлены на расстоянии полтора метра. При этом расстояние между стульями за столом состоит 60 сантиметров. Эти правила не коснутся семей за одним столом, поскольку они уже и так контактируют друг с другом. Всеми любимый All-Inclusive останется. Теперь пробежаться с тарелкой и быстро наполнить ее выбранными лакомствами не получится. Всю еду будет накладывать персонал в перчатках и масках. Здесь, как и всюду, нужно соблюдать дистанцию. С пляжем еще окончательно не решили. Известно, что шезлонги поставят на расстояние не меньше трех метров друг от друга. Температуру будут замерять на протяжении всего отдыха. Всех, у кого появятся признаки заболевания, разместят в специально отведенной карантинной зоне. Планируем открывать отель с 1 июля. С 1 июля уже, скорее всего, многие страны уже будут выпустить международные рейсы. Каждому туристу могут делать тесты коронавируса в аэропорту. Это тоже сейчас обсуждается в Турции. Также в столовых и холлах не будут работать аппараты для чая, кофе, соков. СПА-процедуры будут оказывать только те отели, которые имеют сертификаты о медтуризме. Информацию о правилах гигиены в условиях пандемии будут транслировать по отельным телевизорам. От отдыхающих могут потребовать справки о хронических заболеваниях. Планируется, что отели откроются уже в июне. Однако им всем теперь предстоит пройти специальную сертификацию. Она включает более 100 параметров. Стоит помнить, что турист сохраняется не только в отеле, но еще и в самолете и в аэропорту. Во всех случаях необходимо соблюдать дистанцию и носить маски. Туроператоры обещают не поднимать цены на отдых. Турция не единственная страна, где готовится принимать туристов. Черногории с сегодняшнего дня открываются общественные пляжи, рестораны и кафе. Всем прибывающим будут делать анализ на наличие COVID-19 и, возможно, даже бесплатно. Во Франции сегодня правительство приступило к разработке плана скорейшего возобновления работы туристического сектора и поддержки индустрии. Кстати, пляжи Ниццы уже открылись минувшие выходные. Жителям города разрешено купаться в одиночку, но вот загорать на песке или распивать алкогольные напитки по-прежнему запрещено. Я несколько раздражен. Утром нам разрешили плавать, наслаждаться морем, чего мы не могли желать два месяца. Но загорать и отдыхать на пляже нам нельзя, к сожалению. Так что это полусвобода, если можно так сказать. Европа по-прежнему в лидерах по ослаблению карантинных мер. Например, в Италии с сегодняшнего дня открываются бары, кофейни, парикмахерские салоны. В храмах возобновляются службы, но прихожане обязаны носить маски и сохранять дистанцию. В Испании для жителей сегодня тоже принят ряд ограничений. Им разрешено собираться группами до 10 человек. Но в таких городах, как Барселона, Мадрид и регионы Кастильо и Леон, эти послабления не действуют. Бары и кафе могут принимать посетителей, но только на верандах. Кстати, в Германии, в Берлине открылись рестораны со строгими ограничениями. Каждая из 16 федеральных земель сама определяет, когда и как принимать меры. И Берлин оказался практически последним в этом списке. Я переживаю. Мне очень интересно, как гости будут себя вести, как мы будем себя вести, как мы будем действовать в этой ситуации. Это очень волнительно для всех нас. Владельцы и сотрудники должны носить маски и дезинфицировать столы после каждого клиента, а также обеспечивать безопасную социальную дистанцию между ними. В Бельгии сегодня открылись начальные и средние классы в школах. Ограничения частично снимут в Португалии, Греции, Дании и Ирландии. Что касается Соединенных Штатов, то с сегодняшнего дня в некоторых штатах открылись тату-салоны, тренажерные залы, бары и другие места, которые несовместимы с социальной изоляцией. А вот в России за последние сутки выявили свыше 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В стране второй день подряд фиксируется меньше 10 тысяч заболевших. Но несмотря на то, что темпы прироста замедлились, в карантине россиянам придется жить довольно-таки долго. Стало известно о методах борьбы со вспышкой коронавируса на месторождении. Тенгиз, ранее один из рабочих, пожаловался на то, что, по его мнению, работодатель не предпринимает достаточных мер по предотвращению распространения COVID-19. По данным компании КОКР, всему персоналу на Тенгизе дважды в день измеряют температуру. И при симптомах вируса рабочих направляют в специальные изоляционные комнаты и делают ПЦР-тесты. При выявлении коронавируса зараженных направляют в региональный инфекционный госпиталь. По каждому случаю COVID-19 специалисты проводят эпидемиологическое расследование. В обязательном порядке определяют и изолируют круг контактных лиц. Так, сотрудник столовой Жамбултас Булатов как раз входил в круг контактов человека с подтвержденным COVID-19. Но у него ПЦР-тестирование вируса не выявило. Тем не менее, сотрудник с 11 мая находится в изоляции. Всех контактных рабочих отправляют на 14-дневный карантин в отдельные комфортабельные комнаты с интернетом, трехразовым питанием и доставкой в номер. В течение всего времени изолированным, так и остальным рабочим на месторождении выплачивают повышенную заработную плату. Но решения об изоляции принимают не по желанию самих рабочих. Для этого требуется заключение специалистов согласно протоколам и требованиям Государственной санитарной службы. В Кокр особо подчеркнули, что защита здоровья людей – главный приоритет компании, а также поблагодарили своих работников, которые уже более двух месяцев добросовестно трудятся на месторождении. Власти Шимкента решили воздержаться от послабления карантинного режима по некоторым пунктам. Как сегодня стало известно, что ранее принятое решение об открытии летних площадок кафе пересмотрели. Пока закрытыми для посещения останутся мечети и церкви. С посиделками в кафе и поездками за город придется повременить. Власти решили оставить блокпосты на границе Шимкента и Туркестанской области. Дальнейшее облегчение карантинных мер до эпидемиологической ситуации приостановлено. На этот момент в Шимкенте выявлено 404 случая заражения коронавирусом. 60 из них – новые, лабораторно подтвержденные. 183 уже выздоровели. Всего в стационарах находится 216 человек с COVID-19. Из них 150 – с бессимптомными проявлениями. Врачи уверяют, что места на случай роста заболевания еще есть, но просят горожан быть ответственными. Здесь, если мы будем в таком темпе не соблюдать все требования карантина, мы можем долгое время еще находиться в карантинном режиме. В связи с тем, давайте будем благоразумны и соблюдать все санитарно-противидемические режимы, которые требуются. Элементарные вещи это все. Сейчас в Шимкенте плановое тестирование проходят люди из группы риска. Это медработники и горожане, состоящие на диспансерном учете с хроническими заболеваниями. На этот момент карантин в Шимкенте продлен до 25 мая. Асим Караулова, Виталий Заянтинов, Информбюро, Шимкент. Послабление карантина привело к росту количества зараженных в Казахстане. Только за одну неделю в стране выявили 1350 новых случаев. Об этом сегодня сообщил глава комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Тимур Султангазиев. Таким образом, число заболевших коронавирусом в нашей стране приближается к 6,5 тысячам человек. Мадина Исюмбаева мониторит ситуацию. Мадина, как все-таки вот этот всплеск в нашей стране, объяснили в Министерстве здравоохранения. Добрый вечер. Чиновники констатируют очевидный факт. Граждане повсеместно перестали соблюдать карантинные меры. За минувшие сутки в стране выявили сразу 283 случая заражения. Больше всего инфицированных в Атыраусской области. Прирост до 16%. Неутешительные цифры еще в двух регионах. В Шемкенте прибавилось 60 пациентов. Но в процентном соотношении динамика пошла вниз. А вот в Туркестанской области наоборот наблюдается рост плюс 19 человек. По словам председателя комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг, рост заболеваемости в этих регионах связан с конкретными коллективами. Сейчас массово тестируют сотрудников нескольких компаний. В этих регионах увеличение идет ожидаемое. В Атырау, как уже говорили, имеется очаг заражения при Тенгиз-Шевройле и его подрядных, субподрядных организаций. Такая же ситуация у нас в городе Шемкент. Там выявилось самообращением случай ОРВИ, один из сотрудников Петра Казахстана. В Туркестанской области такая же ситуация. Там больше завозные сотрудники Тенгиз-Шевройлы, которые вахтовики возвращаются к себе домой. Врачи заявляют, что коронавирус не проходит бесследно. Инфекция поражает внутренние органы, губит почки, печень, сердце, может разрушать головной мозг. А дыхательная система после ковид не способна выдерживать серьезных нагрузок. Легкие становятся уязвимыми. В них появляются очаги в виде фиброза ткани. Да уж, а ведь многие и не задумываются о последствиях. Мадина, а какая ситуация в Алматы? За сутки в мегаполисе выявили 46 новых случаев. Это много или мало? Думаю, что сейчас всех алматинцев больше всего волнует вопрос, будут ли власти вводить очередной этап послабления. Это немного. Для такого мегаполиса бывало и 90 с лишним случаев за сутки. Поэтому ослабление карантина продолжат вводить, как запланировали ранее. Уже со следующего понедельника, 25 мая, в мегаполисе, возможно, заработают торговые центры, кафе до 23.00, а также гостиницы. Развлекательные центры, спа, фитнес-клубы на территории ТРЦ останутся закрытыми. На объектах общепита расстояние между посетителями должно быть не менее двух метров. За столом разрешается присутствие четырех человек. Это не касается членов одной семьи. А вот банкеты, торжества на этом этапе останутся под запретом. И еще хочу обратить внимание на одну очень важную информацию. Казахстанские ученые разработали вакцину против коронавируса. Сейчас ведутся доклинические испытания. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки. А ВОЗ внесла Казахстан в список разработчиков вакцины от COVID-19. Действительно хорошая новость. Мадина, ждем от вас в ближайшее время подробная информация об испытаниях этой вакцины. Мадина Осимбаева рассказала о ситуации с COVID в Казахстане.